На этой неделе в Печоре с рабочим визитом вновь побывал заместитель председателя правительства республики Коми Илья Семяшкин. Главным мероприятием стало заседание по итогам работы по организации года памяти и славы. Свои доклады предоставили Управление культуры, образования, спорта и других отраслей. Напомним, что этот год посвящен знаменательной дате – 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Как отметил Илья Семяшкин, в Печоре всегда были славные традиции проведения патриотических мероприятий. Ведь только в феврале было проведено 50 таких мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества и Дню Разгрома немецких войн в Сталинградской битве. Среди них это и праздничные концерты, показ видеофильмов, конкурсные игровые программы, первенства муниципального района «Вчера по настольному теннису», первенства муниципального района по пулевой стрельбе и монотическому оружию, выполнение норматива комплекса ВТО, уроки мужества, классные часы и многое другое. 15 февраля у памятника ветерана боевых действий и участников локальных войн вооруженных конфликтов «Бронзовых солдат» состоялся общегородской митинг, посвященный Дню памяти о россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Участниками мероприятия стали 100 человек. Также в феврале прошел муниципальный этап Всероссийской районной спортивной игры «Зарницы», участие в которой приняло более 80 учащихся образовательных учреждений. Также большое участие принимается во множестве всероссийских акций, таких как «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка» и другие. Большая работа проводится в школах города и района. Уже проведено более 300 классных часов, посвященных году памяти и славы, в которых принимали участие и ветераны боевых действий. «Согласно плану мероприятий, посвященной 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, распоряжением администрации муниципального района 24 апреля 2020 года под номером 347, по подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах проведены 20 мероприятий. Из них 15 мероприятий в режиме онлайн. Информации о проводимых мероприятиях «Юбилею Победы» освещались на официальных сайтах образовательных организаций, группах РДШ и школ ВКонтакте. 9 мая 2020 года Домом детского творчества был проведен праздничный концерт «Эти дни не смолкнет слава». Концерт был проведен в режиме онлайн с использованием интернет-ресурсов и размещен в группе «Моудон детского домотворчества» в социальной сети ВКонтакте. Просмотров было 3512. Также уже отмечали, что в школах у нас прошли классные часы, уроки мужества, посвященные Дню памяти россиян, исполняющих воинский долг за пределами Отечества, Дню защитников Отечества, Дню разгрома с советскими войсками немецко-фашистских войск в Ленинградской империи в 1945 году. Охват составил 5737 человек. Во втором полугодии 2020 года мероприятия, которые у нас были перенесены в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, будут исполнены. А у нас были перенесены мероприятия, конкурс чтецов среди общеобразовательных организаций, это стихия, опаленные войной для учащихся 5-11 классов. Также перенесена интеллектуальная игра, посвященная 75-летию победы Великой Отечественной войны для учащихся 9-11 классов. И перенесена также фестиваль патриотической песни «Живёт Великой Отечественной Победы во всех веках, во всех годах среди общеобразовательных организаций для учащихся 6-11 классов». В связи с пандемией множество как общеобразовательных, так и мероприятий культуры были проведены в онлайн-формате. За полгода, несмотря на введённые ограничения, было проведено 75 культурно-массовых мероприятий, большинство из которых дистанционные. «Без сомнений, огромный акцент был сделан на День Победы. Итак, в муниципалитете прошли видеотрансляции спектакля Печорского народного театра, конкурсы детского творчества, мастер-классы, видеорассказы о воинской славе для детей, кино, видеоконцерты, квесты, мероприятия в Центре Средственного волонтёрства, муниципальный фестиваль «Конкурс патриотической песни», «Песня остаётся с человеком», его мы успели провести ещё в оффлайн-формате в феврале месяце. Различные флошмобы в социальных сетях, онлайн-проекты по истории Печорского железнодорожного моста, рубрика «Лекция Победы» и многие те акции, которые уже были озвучены Татьяной Леонидовной, «Всероссийские песни Победы», «Фонарик и Победы», «Окни Победы», «Бесмертный полк онлайн». Также мероприятия, которые были перенесены в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также срок реализации которых ещё не наступил, будут исполнены в течение текущего года. В настоящее время нами ведётся активная подготовка к проведению 26 июля на территории муниципального района Печора «Шестрия Бесмертный полк» и также основным праздничным мероприятиям «Дня Победы» 3 сентября. У нас есть концепция проведения праздничных торжественных мероприятий. Конечно, нам необходимо будет внести определённые коррективы, но в общем целом я думаю, что концепцию большого года мы исполнить сможем и должны, например, это сделать. Большую работу по организации мероприятий, посвящённых Году памяти, проводит сектор молодёжной политики муниципального района Печора. Волонтёры работают не только в своём муниципалитете, но и проводят акции, привлекающие другие города как республики, так и за её пределами. Сектором молодёжной политики реализовано следующее мероприятие из того, что хотелось бы дополнить. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» не только в привычном оффлайн-формате, который уже озвучили, но и молодёжь Печора запустила видеостафету при передаче «Георгиевской ленточки» ВКонтакте, которая присоединилась к нескольким муниципалитетам Республики Коми. Волонтёры Печоры выступили модераторами сайта «Беспирного полка онлайн» и помогали, так же как и все остальные волонтёры России, обрабатывать анкеты и проверять истории. Проведена масштабная работа по обучению волонтёров для сопровождения мероприятий, посвящённым 75-й годовщине Победы, а это прохождение образовательных блоков на онлайн-платформе волонтёров Победы, а также волонтёры Печора выезжали на республиканские образовательные семинары, такие как эстафета поколений в городе Сыктывкар и опора добровольчества в городе Ухта. В рамках проведения онлайн-марафона по развитию семейного добровольчества отдельным заданием было задание, посвящённое именно 75-летию Победы. Ведётся активная работа подготовка к 3 сентября, получена уже форма для прохождения коробки юно-армейцев, это более 20 комплектов. Готовится муниципальный квест Победа и одно из мероприятий, которое планировали ценить на точку, мы бы хотели перенести, потому что провести сейчас третьего невозможно. Особое внимание в Печоре уделяется ветеранам Великой Отечественной войны. В этом году планируется провести ремонт в 62 квартирах, 18 из которых находятся в районе. Средства выделяются из республиканского бюджета, 150 тысяч на капитальный ремонт и 75 на текущий. В начале июня состоялось совещание у Усковой Татьянины Леонидовны, где уже определились три подрядчика в городе и один в районе. Ну вот на днях Жукова Людмила Александровна опять звонила и Татьяне Леонидовне и мне и сообщила, что во многих городах и районах работа уже проводится и в случае срыва значит средства будут доказаны и так далее. На сегодняшний день работу начал ну вот так вот эффективно ИП вот Потапов, который составил уже три договора, там сметы он много, несколько смет он передал в Укс, Укс задерживает почему-то не подписывает вот эти сметы. Считаю, что остальных подрядчиков надо вот в настоящее время тоже шевелит, наверное, чтобы они вот эту работу уже начали, потому что вот сейчас у меня только связь вот с этим потапом по оформлению и документации есть, они уже через несколько дней они приступят уже к ремонту трех квартир. На наш расчетный счет на сегодняшний день поступило 2 миллиона 900 тысяч рублей и работа по ремонту должна закончиться до 25 октября ежеквартально до 15 числа каждого месяца она будет отчитываться перед республикой там по формам приложения 4.5, которое в соглашении присутствует. Основная проблема – отказ самого заказчика от проведения ремонта. Также есть ветераны, которым не нужен ремонт, но требуются другие работы, которые невозможно выполнить за счет данных средств. Подводя итоги, Илья Семяшкин отметил храбрость Совета ветеранов, что они взяли на себя такую большую работу по помощи ветеранам. Ведь данная работа должна была быть реализована еще пять лет назад. Но тогда все так и не сдвинулось с мертвой точки. А сейчас именно Совет ветеранов поднял данный вопрос. Мы знаем, что по этому направлению у нас есть отчет президенту. Мы отчитываемся президенту о том, ежегодно, раз в квартал глава республики отчитывается президенту, сейчас Владимир Викторович уже подписывал УИБА. Такое письмо президенту, как ведется работа. И очень хорошо, что мы в этом году сделали за счет бюджетных средств, потому что вы сами знаете, все вот эти сборы, которые раньше были по фонду у нас есть великая победа. Сегодня, в этот раз, в этом году они были предрессованы на медиках. Вы знаете, что люди активно собирали средства, помощь, в республике волонтеры работали. Именно вот фонд, я не знаю, как сейчас наполнялся, но я думаю, что не очень, потому что работа, многие были на самоизоляции, много дней не работали. Действительно, вот в этом плане у нас не было бы небюджетных средств для того, чтобы сделать такую работу. Поэтому Совет ветеранов здесь подхватил очень вовремя. По поводу того, что надо сделать другие работы, которые не входят в ремонт. Пожалуйста, собирайте эти данные, потому что мы понимаем, что есть тот, кто откажется, есть тот, кто от нас уже ушел, уходят, уходящие люди, из которых мы не сделаем. По итогам Совет ветеранов все равно средства в бюджет вернет. И мы обратимся к главе республики, чтобы как раз на такие работы, которые мы нашли, точно и адресно перечислить, именно сделать отдельный конкурс, провести именно вот эти работы. Кому-кому вводится, кому еще что-то. Мы не будем покупать технику, еще что-то, но у нас экономили деньги с учетом тех заявок, которые мы с районов соберем. И очень хорошо, что мы сегодня с вами встретились. Это работают сейчас по всей республике. Кому-то мостки починить, кому-то просто дом покрасить, кому-то еще что-то, потому что ветеранам было настроение хорошее. Это первое. Второе, по поводу ремонтов, которые выше 150 или 75 тысяч рублей. Давайте посмотрим бюджетное правило. Сделайте, пожалуйста, мой адрес совместно с муниципалитетом письмо. Ну, возможно, мы вот знаем, что когда ремонт идут, счет бюджетных средств, подделывать 10%, можно увеличить. Если у вас какие-то суммы действительно даются, можно сюда сделать. Но сюда чуть-чуть кому-то добавим. Но если это объективно, это если не превышает, ну, по установленным законам, там 10%. Я не знаю, как составляло соглашение на конкурс. Можно это сделать или нет. И потом дополнительными работами тоже объявим, да, на сэкономленные средства. В любом случае, вот этот перечень желаемого ветерана, пожалуйста, ведите. Потому что он все равно поможет. Все расскажу, что инициатива пошла от Печоры и от Ижмы. Это хорошо, что она пошла, что у нас люди не остались там за бортом вот этой всей работы. И вот к этому юбилею, что они дожили, и что мы им сделали, может, и чтобы они еще, для Бога, жили еще дольше. Самое важное, чтобы люди были, остались довольны. Я понимаю, что в Печоре были ситуации со сменой руководства, заменой руководства. Поэтому действительно, может быть, мы и там не до 25 октября, но хотя бы там на 10-15 дней продлили. С учетом всего. Я знаю, что Татьяна Леонидовна стремится выполнить срок, но мы будем стараться тоже, чтобы и не было того, что в середине распорта остановить, потому что не дать деньги. Такого быть не должно, это недопустимо. Также была отмечена хорошая реализация муниципалитетом всех запланированных мероприятий. На будущее заместитель председателя правительства республики Коми посоветовал найти в городе место, где можно будет реализовать акцию сады памяти. А также заместителю Печорской ЦРБ было предложено дать свой личный телефон всем пяти участникам войны, живущим в Печоре, и предусмотреть для них отдельный запас лекарств, витаминов и всего прочего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова